Такие вот у нас шипы десяточка, сейчас поставим среднюю перемычку на шипы и на клея, тут я уже до сурака, теперь немножко клея и будем сажать, пока сделаем разметочку Посадим на шипы и на клей ПВА Сейчас я обрежу нужную высоту Так у нас стоит ящик Здесь должна быть обязательно перемычка Что-то примерно вот так должно выглядеть Первый этаж у нас вот так будет выглядеть Здесь с одной будет перемычка Вот здесь вот еще одна перемычка И вторая полка полностью повторит первую А уже третий этаж Я полку смещу в это место То есть вправо А здесь у меня будет PlayStation Телевизор там и всякая прочая лабуда Вот примерно так Сейчас посмотрим, что здесь положено Ящики все самодельные Поэтому они, конечно, немного по высоте отличаются Но не экстремально Там, может, миллиметр-полтора Так что это не страшно Чтобы ящик двигался свободно в своей нише Сделаем сантиметр Что ты кричишь, Вадим? Домой? Пошли, я тебя запущу Все, ребенок нагулялся Сейчас я его запущу домой Ох, давно я им не пользовался Присох на метро Очень хороший клей Вот так вот Густенько Шлифовать я решил потом Потому что клей выприт Еще надо будет все Весь этот облой снимать Поэтому Сначала закончу сборку Потом буду шлифовать Это дело Вот так И плотненько прижимаем Вот Отлично Отлично сел Просто фантастик Так Сейчас таким же макаром я делаю торцевую И потом Начинаем заниматься верхней полкой Под шипы сверло Сверло обычное Самое Даже не по дереву Сверло по металлу Десяточка Шип заходит в натяг Прям Прям как надо Так Ладно Сейчас я займусь торцевой Потом Перейдем на второй этаж Так Ну вот как бы каркас Первого этажа готов Так Ну вот как бы каркас Значит На второй этаж мы будем переходить Вот При помощи вот этих Резьбовых штанг Вот Так Сейчас я их здесь Поставлю Да И сделаем так Двенадцатые штанги Гайки, шайбы Все это у меня есть Так что я это все сейчас быстро соберу И начнем заниматься Верхней крышкой По месту уже Ну вот как бы шпильки я поставил уже на место Чтобы можно было строить Верхние крышки Низ вот это вот Доска которая будет на полу стоять Тут гайки в потае Я их сейчас Залью силиконом Ну чтобы они От различных вибраций Не начинали откручиваться И Установлю эту Конструкцию на место И там уже будем По месту строить Как клей повыдавливало Зараз Это все мы будем шлифовать Щель я Замажу Замазкой специальной Шлифонем покрасим Так Сейчас мне нужен силикун Вот так чисто В щель Чтоб гайка уже не имела возможности Дальше Двигаться Как либо раскручиваться Вот так И здесь тоже самое Все На силикон уберем Не нужен Ну и сверху можно конечно закрыть Таким Вибыбанд По-русски не знаю Как он называется Как он называется Короче армированное Это Наверное так правильно будет Просто закрываем Вот так И она у нас остается На полу Сейчас я эту конструкцию подниму Поставлю Надо пропылесосить Уже довольно таки тяжелые Так В общем В целом Где то вот так вот примерно Здесь у нас будет еще два ящика Параллельно Вот 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 Так Потом я эти штыри обрезаю Утапливаю И здесь делаем пятый ящик с этой стороны И тут вот у нас остается место под телевизор С Плейстейшенами И прочими там Приставками Всякими Так Что теперь Теперь мы идем готовить плату для Третьего этажа Ну вернее для второго Вот эту плату сейчас я Вырежу Теоретически она должна прямо вот в книжку попасть Сюда Ладно посмотрим Как это будет Вот В материале я очень сильно ограничен Поэтому здесь приходится Немножко проявлять Изобретательность так скажем Ладно Пошел я за платой вниз Так готовлю все для верхней столешницы Засверимся под шипы Вот так Засверимся под шипы Скорей Засверимся Скорей Засвернуться Засвернуться Оно Засвернуться для зазорчика надо подложить что-нибудь хотя вот эту шайбу что ли тут струбциной распил ну то все фигня такую шайбочку 3 миллиметра на 2 миллиметра 2 спираем так все так вот у нас столешница сейчас я ее подготовлю тоже будем ставить на место вот так еще буду сверлить столешницу какое-то дело будет сохнуть сейчас мы пообедаем потом продолжим пока вот так вот как-то все это выглядит я стянул струбцинами подсохла хорошо все поставил сушиться это дело завтра будем настраивать еще одну полку сверху сейчас я тут приберусь на сегодня достаточно потому что день 2 доски наши посохли сегодня будем шлифовать вот так вот вот так вот вот так вот Играет музыка. Идет заказчик, принимать работу. Генератор идей. Какой шарман. Конечно, вот так же. Надо их замаскировать. Что замаскировать? Еще нахожу. Красьте мне. Сейчас будем красить. Нет, пап, не надо. Красьте мне, наверное, завтра перенесу. Ну и как тебе жить в этом бардаке? Будешь терпеть еще два дня? Да. Да? Не живу, пап. Живет малый. Да нет. Оставь, я завтра все вымаю. Здесь полы. Кстати, нам жаль все нужно. Смотрю. Молодец, пап. Горожучий такой. Молодец, на хлеб не намажешь. Ну что, проект, мини-проект, мини-проект Вадима, мини-проект Камон для нашего ребенка завершен. Осталось только специальным лаком покрыть. Ну, этим папа займется. В общем, что получилось. Так, выходи отсюда. Выходи, еще тебя тут не хватало. Прощай. Не надо. Вот, в общем, немножко апгрейднули комнату ребенка. Гефельсте? Угу. Вот, остался вот еще этот угол. Ну, сюда я планирую карту мира повесить. Компьютер это все, это уносимо-приносимо. Ну, сейчас, да, чтобы ты всю ночь играл. Результатом довольно, более чем. В принципе, такой же комод я планирую в гостевой дом. Но это уже чуть позже.